Спасибо, что пришли. Меня зовут Никита Соболев. Я технический директор компании «Мы делаем сервисы». Я всегда спрашиваю, как вы думаете, чем мы занимаемся? Мы делаем сервисы, совершенно верно. И как вы понимаете, даже свою компанию я назвал правильно, так же, как и переменную. И сегодня это будет тема нашего доклада. Мы будем говорить про линтеры, о том, как нужно делать правильно, о том, как делать не нужно. И у нас будет интересный формат. Для меня это большой эксперимент. Я решил сделать очень много интерактива, онлайна, общения с аудиторией и так далее. Ну, то есть, чтобы не просто пришел, побубнил и разошелся. Нет, а для того, чтобы мы с вами увидели какую-то общую картину, для того, чтобы мы поняли, как думают другие люди, приняли свое решение. И более того, во время опросов я буду стараться вас переубедить. То есть, я буду смотреть на тренд, и мы, как в дебатах Жириновский против Собчак, пытаемся будет на первом канале выровнять какое-то соотношение и, в общем, поменять общественное мнение. Поехали. Итак, давайте поговорим вот о чем. Зачем нам вообще нужны линтеры? Ну, это достаточно такой очевидный вопрос. Линтеры нам нужны за многими вещами. Например, самая важная задача линтеров — это делать код просто похожим. Мы все знаем, что есть куча вариантов написать одно и то же на питоне. И вы можете поставить запятую здесь, вы можете поставить запятую там, забыть, закрыть скобки, не забыть, закрыть скобки, ну и так далее. И когда многие люди пишут код в течение продолжительного времени, он похож на такое, знаете, полотно, сшитое из разных кусков, потому что это абсолютно разные куски кода, видно, что они даже были написаны в разное время. И читать такое и работать с этим очень неприятно, потому что у вас просто в какой-то момент теряется мотивация вообще заниматься чтением кода. А это очень плохо. Дальше. Линтеры помогают вам облегчать жизнь на ревью. Что это значит? Вот вы приходите на код ревью и думаете, блин, я не хочу ревьюить, сейчас там будет у меня опять какие-то пробелы лишние, еще какая-то ерунда, и ты просто не хочешь делать эту работу. Я хочу, чтобы кто-то за меня подготовил мне хороший код, и после этого я его ревьюл уже какие-то большие концептуальные вещи. И еще одна очень важная задача линтера — находить то, что спрятано в вашем коде. То есть иногда смотришь на код и вроде думаешь, ну, вроде нормально. А потом оказывается, что у тебя, например, в какой-то функции слишком много переменных. Или ты понимаешь, что у тебя есть какая-то ошибка, на которую ты не обращаешь внимания, а это ошибка, и сообщество об этом знает, и сообщество бы нашло эту ошибку. Но ты в этот момент просмотрел. И для того, чтобы в такие ситуации не попадать, мы можем использовать линтер. Какие они бывают? Бывают очень простые, которые проверяют только стиль. Да, ну, это вот Flake, это Black в какой-то степени, ну, это автоформатор, ну, тирай линтер. А есть более сложные, которые проверяют не только ваш стилистический код, но еще и смотрят на семантику. Что вы делаете? Зачем вы это делаете? И стараются бить вас по рукам, если вы делаете что-то не так. Хороший пример — это PyLint, который мы все знаем, пользуемся, любим и так далее. Есть еще одна такая сбоку, в стороне. Это Type Checking. Type Checking в питоне — штука новая. Ее сейчас делают две конкурирующие платформы. Это MyPay и Pyro. И они тоже попадают сюда, в эту категорию, но очень сбоку. Да? Итак, как это вообще выглядит? Я ни в коем случае не говорю, что линтеры — это панацея и замена всему. Это не так. Линтеры — это первая ступенечка пирамиды, по которой вы должны пройти для того, чтобы ваш код попал в продакшн. Как это выстроено? Вы сначала запускаете линтеры, потому что это очень быстро, это даже не нужно запускать тесты, и вам ничего не нужно, кроме исходного кода. Там никакие подключения к базе, ничего. Вы проверяете. Первый сенитичек прошел все хорошо, ваш код можно пускать дальше. После этого вы попадаете на стадию тестов. Тест — это уже более длительный процесс, там могут быть разные ошибки, не связанные с кодом. И после этого вы только попадаете на ревью к человеку. Это то, как, в принципе, это должно быть выстроено, и это те необходимые шаги для того, чтобы код попал в продакшн. Итак, если вы не прошли какую-нибудь эту ступенечку, если вы где-то что-то забыли, или, например, человек, который сделал ревью, сказал, что нет, так не пойдет, вы увидите вот такую надпись. Failed. Плохой код в продакшн не попадает. Ну а сейчас переходим непосредственно к интерактивной части. Интерактивная часть. Ох, что ж такое-то, а? Failed. Это называется закон Мерфи. Все прекрасно. Оп. Итак, смотрите, на слайде сверху есть ссылочка. Вы можете по ней зайти и что-нибудь ответить. Ну, желательно правду. Соответственно, вопрос простой. Используете ли вы на работе линдера? Вот не в каком-то маленьком частном проекте, который вы сами делаете для души, а в таком суровом интерпрайзе, в котором мы трудимся 7 дней в неделю, как говорили предыдущие спикеры. Поэтому это очень интересно. У нас, в нашей компании все построено очень сурово. Мы любим жесткий линдинг. Мы любим, когда очень много проверок. У нас двойной код ревью, и мы попадаем в первую аудиторию. Да, у нас все очень строго и сурово. Ну, меня на самом деле радуют эти цифры. Посмотрите, у нас есть примерно половина людей, у которых все очень строго. Некоторые люди проверяют только стиль. Некоторые используют его как отчетную систему. Они просто запускают, смотрят, насколько все плохо. Ну, вот сейчас мне что-то уже не сильно нравится эта статистика. Да, ну, давайте еще минутку дадим людям и пойдем дальше. Ну, да, сейчас как-то уже все распределилось вообще поровну. Тут уже получается какие-то сложно выводы делать. Хорошо, поехали дальше. В общем, мы картину поняли. Смотрите, есть люди, которым это используют, и это хорошо. Таких людей должно быть больше. Я надеюсь, что после моего следующего доклада их станет хотя бы на несколько человек больше. И вот как раз в код-ревью возникают проблемы. Да, мы все с вами знаем, что это самый верхний кусочек пирамиды, и это самый сложный кусочек пирамиды. Потому что код-ревью автоматизировать невозможно. Ну, то есть, если ты автоматизируешь код-ревью, то ты сможешь автоматизировать написание кода. И как раз вот тот самый большой зеленый банк, который говорит о том, что программисты не нужны, он победит. И вот здесь, соответственно, есть вот такая штука, что когда ты что-то ревьюешь, ты находишь какие-то ошибки. И ты эти ошибки хочешь больше никогда не допускать. Ну, то есть, вот представь, увидели вы как в коде, что человек поймал base exception. И ты говоришь, зачем ты поймал base exception? И надо так делать. Пожалуйста, не лови. И проходит некоторое время, он пишет код спустя 10 дней и делает ровно то же самое. Ты ему еще раз говоришь, base exception мы не ловим. Он говорит, а, ну все, хорошо, я понял. Проходит там еще год, та же самая ошибка. Приходит новый человек, та же самая ошибка. И ты думаешь, ну как же мне бы это автоматизировать, чтобы ничего такого больше не возникало. Но здесь есть один интересный момент. Давайте, может быть, свое что-то сделаем. Давайте, возможно, те правила, которые мы используем у нас на работе, создадим открытый пакет, положим туда все наши правила, которые мы используем, автоматизируем проверку этих правил, чтобы не руками на код-ревью каждый раз писать, а сделаем все автоматизировано, хорошо и сразу. Естественно, вы можете спросить, ну подождите, но есть же уже какие-то линтеры, они же уже как-то работают, и мы всеми и пользуемся. Зачем делать свое? И будете совершенно правы, потому что линтеры действительно есть. И сейчас нужно посмотреть, какие есть и что они делают. Первое. Рубрика «Почему не пайлинт?». Мне этот вопрос задали очень много людей, очень много. И я постарался как можно более мягко ответить на этот вопрос. Пайлинт — прекрасный инструмент. Пайлинт замечательный, но у него есть ряд особенностей, которые я бы не хотел видеть в своем линтере. Во-первых, он смешивает все в едино. У него есть проверки стилистические, у него есть проверки best practices, и у него есть type checking. В Пайлинте есть type checking. Это на самом деле такой недо-type checking, потому что у него нет информации о типах, он пытается ее каким-то образом вывести, но получается не очень. Поэтому очень часто вы можете увидеть такую ошибку, что вы пишете, например, на джанге, имя модельки, точка, объект, он говорит, извини, такое свойство нет, ты не можешь это использовать. Такой, хорошо, ладно, смотришь, о, есть плагин, ставишь плагин, потом используешь celery, у тебя тоже начинается какая-то беда, ты такой, хорошо, ставишь плагин для celery, потом ты используешь какую-нибудь еще одну магическую библиотеку, и везде просто пишешь «Пайлинт игнор». Ну, то есть это не то, чего мы хотели от линтера. И есть еще одна особенность, она такая скрытая от пользователя, но тем не менее мне она не нравится. У него собственная реализация abstract syntax 3 в питоне. Это то, как выглядит ваш код, когда вы его попарсили и, соответственно, получили информацию о дереве этих нот, которые состоит в ваш код. И я не очень доверяю собственным реализациям, потому что они всегда, блин, лажают. Ну, как вы видели сегодня с моей презентацией, например. И есть другие линтеры, которые тоже выполняют свою работу. Например, SonarCube. Это очень хороший инструмент, но важно понимать, что это отдельный инструмент. Это инструмент, который живет где-то рядом с вашим проектом, и вы не можете его запускать на каждый чих. Его нужно куда-то задеплоить, смотреть, мониторить, что-то с ним делать. И еще самое важное, он написан на Java. То есть если вы захотите поправить свой линтер для питона, вам нужно писать код на Java. На мой взгляд, это концептуально не очень правильно, потому что любой человек, кто может написать код на питоне, должен уметь написать код для проверки питона. И вот здесь есть большая проблема. Ну и к тому же у него есть некие особенности из-за разряда, что это продукт, компания, которая занимается его развитием, специфически смотрит на концепцию развития и так далее. Ну и, соответственно, важно, у него есть очень крутые проверки, очень крутые, которые показывают сложность, какие-то возможности скрытые ошибки и баги, и так далее. Проверки нам нравятся. Проверки давайте оставим, платформу поменяем. Есть Flake. Flake замечательный. Flake очень хорош. Он очень простой, и у него есть одна проблема. В нем мало правил. Ну, то есть тех правил, которые он, соответственно, проверяет на то, как ваш код хорошо написан. Но у него есть много плагинов. Плагинов очень много. А главное, они простые. Вы можете написать плагин в одном файлике. Ну, то есть реально там два метода, которые нужно реализовать, и все, минимальный плагин готов. И, соответственно, я подумал, хорошо, давайте возьмем FlakeAid как основу. И, соответственно, будем писать плагины для того, чтобы все делать хорошо. В нашей компании, ну, в рамках вот того, как мы понимаем код, что такое хорошо и что такое плохо. И, соответственно, мы так и сделали. Мы сделали инструмент, который мы назвали WeMakePythonStyleGuide. И в этом инструменте мы собрали все то, что мы считаем правильным для Python. И мы выложили это публично. Вообще, я считаю, что это очень хорошая практика. Когда ты что-то делаешь, делай это open source by default. То есть ты сначала выкладываешь это open source, а потом думаешь, ну, если я не могу это выложить, ну, наверное, тогда что-то не так. Да, потому что я глубоко убежден, что есть куча инструментов, которые бы выиграли от того, чтобы вы их выложили open source. И слоган, который мы придумали для нашего инструмента, это самый строгий линтер в мире. И здесь есть очень важное, очень важное слово. Строгий. Что значит строгий? Строгий значит это боль и страдание. В общем, если вы пользуетесь линтером, и этот линтер не заставляет вас страдать, ну, прям натурально страдать, ты просто сидишь, хватаешься за голову и говоришь, да что ж тебе еще не нравится линтер, ты проклятый, то это плохой линтер. Ну, то есть такой линтер пропускает ошибки, такой линтер недостаточно следить за качеством кода, и такой линтер нам не нужен. Нам нужен линтер вот такой. Да, то есть вот так мы хотим. Что этот линтер должен делать? Он должен делать следующее. Он должен проверять много. Это правда. Сейчас у нас порядка 200 проверок разных, стилистических и best practice. Мы не занимаемся тайпингом. Ну, то есть тайпингом это занимается MyPy. Мы к нему никак не относимся. У нас только две категории. У нас нет компромиссов. То есть у нас нет правил из разряда, знаете, ну, как бы вообще бы не хотелось это делать, но если сильно хочется, то можно. Нет, мы всегда говорим жестко. Это плохо, мы это не делаем. И потом приходят люди и говорят, ну, есть же два с половиной юзкейса, где это в принципе возможно. Если такие юзкейсы есть, ты явно напиши, что вот здесь эта строчка позволительна, да, линтер ее игнорирует, и напиши почему. Да, то есть это такой комментарий, почему ты разрешил какую-то странную практику и зачем ты это делаешь. То есть это такой подход еще к документированию кода сразу. И у нас пока еще есть настройки, но мы хотим от них избавиться. Потому что если есть настройки, то пользователи могут что-то такое настроить, что это будет работать неправильно. И хорошие инструменты в настройках не нуждаются. В нем хорошие значения по умолчанию. Ну и, соответственно, код будет консистентный и будет работать у всех одинаково. По крайней мере в теории. Но мы над этим еще работаем. И пока настройки есть, можете пользоваться, настраивать под себя и так далее. От кого мы зависим? Мы зависим от большого количества инструментов. Это, естественно, Flycate. Это такой плагин, который называется Eridicate. Кто-нибудь слышал про Eridicate? Это очень классная штука. Она находит закомментированный код в вашем коде. И, соответственно, заставляет вас его удалять. Потому что хранить мертвый код в проекте — это плохо. И мы не разрешаем так делать. I-sort. I-sort — это моя вообще любимая штука. Она заставляет тебя правильно сортировать импорты. По порядку, делая отступы, в общем, делая красивые кавычки и так далее. Очень рекомендую. Эта штука включена туда. Есть еще такая замечательная утилита для проверки безопасности вашего кода статически. Называется Bandit. Бандит — просто бомба. Он находит вшитые пароли, находит какие-то корявые использования, например, assert в вашем коде, вызовы popen, sysexit и так далее. Он говорит, извини, это все нельзя, это все плохо. Если ты хочешь что-то сделать из этого, то, пожалуйста, напиши почему. И горячо рекомендую. И еще больше 20 плагинов, которые занимаются проверкой скобочек, кавычек, запятых. В общем, еще всего-всего очень много. Ну, это такое уже менее интересное. И что мы проверяем? У нас есть четыре группы правил, которые мы используем и заставляем соблюдать. Первое — это сложность. Сложность — это вообще самая большая проблема. Ты не знаешь, что такое сложность, и ты не видишь ее в коде. То есть ты смотришь на код, и он тебе кажется, ну, я код этот каждый день вижу. Ну, что сложного? Бери, читай, и все работает. Соответственно, это неправда. То есть когда ты говоришь, что код несложный, это, скорее всего, значит, что ты к нему привык. У сложности есть четкие критерии, о которых мы сейчас поговорим чуть попозже. И эти критерии мы проверяем. Если код нарушает эти критерии, мы говорим, что код сложный нельзя, переписывай. Следующее. Мы проверяем имена. Имена — это такая нерешенная программирование, как назвать переменную. Это на самом деле нерешенная проблема, потому что как назвать переменную, да кто же его знает, да, кто будет читать, когда, в каком контексте, непонятно. Мы стараемся сделать имена максимально консистентными и понятными. Ну, мы стараемся, но, естественно, мы тоже не решили эту проблему. Консистентность. Консистентность — это очень простое правило. Если ты где-то пишешь так, везде пиши так. Если у тебя есть какой-то подход, пиши так везде. То есть неважно, нравится он тебе, не нравится, консистентность важнее. Ну и, соответственно, лучшие практики. Если ты знаешь, что есть какая-то практика, которая не очень хороша и не надо ей пользоваться, запрети ее использовать. И если кто-то ее использует, пусть напишет, зачем он это делает. Возможно, он, когда будет писать, сам поймет, блин, что я делаю-то вообще, зачем? И можно переписать по-другому. Что такое сложность? Давайте вернемся к первому пункту. У сложности есть вполне конкретные метрики. Для того, чтобы на них посмотреть и сказать, сложно, несложно. И их много. Во-первых, есть всеми любимая цикломатическая сложность. Цикломатик комплексности. Соответственно, она находит у тебя в коде большое количество вложенных if, for, каких-то других структур. И говорит, что у тебя слишком большая разветвленность твоего кода, его невозможно читать. То есть ты читаешь, 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 вернулся назад. Читаешь, 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 подпрыгнул вверх. Потом в другую штуку, потом в другой if. Это очень сложно. Ты не можешь просто спокойно читать свой код сверху вниз. Также есть метрики количественные. Например, сколько аргументов в твоей функции или методе. Сколько внутри тела этой функции или метода стейтментов. Сколько ретернов и так далее. Есть две очень популярные метрики из мира ООП. Это cohesion и coupling. Никак не могу запомнить, как они переводятся по-русски. У них очень похожее название. Но суть в чем? Что cohesion говорит тебе о том, насколько связан твой класс внутри. Что, например, у тебя есть какой-то класс, и ты внутри него используешь все методы, все свойства, все, что ты внутри объявил. Это хороший класс. Он имеет высокую связанность внутри. А coupling — это насколько связаны разные части твоей системы, разные модули, разные классы. И мы должны добиться максимальной связанности внутри класса и минимальной связанности вовне. Тогда эта система легко поддерживается, тогда эта система хорошо работает. И есть еще одна штука, которую я украл, честно скажу. Называется Jones Complexity. Это вообще бомба. Jones Complexity определяет сложность строчки. То есть чем сложнее твоя строчка, тем сложнее ее понять. Кошелек Миллера. Григорий, привет. Соответственно, мы смотрим на эти метрики, не только на них, еще на некоторые другие, их на самом деле больше, но в том числе и на эти, они самые важные. И по этим метрикам мы говорим, подходит твой код или не подходит. И в нашем понимании сложность — это водопад. Сложность начинается с того, что ты написал строчку. Вот код состоит из строчек. Ты написал строчку, и она вроде бы пока хорошая. Но потом к тебе пришел бизнес и говорит, слушай, у нас цены в два раза поднялись, умножь на два. Ты говоришь, хорошо. Пошел, написал, умножить на два. И в этот момент Jones Complexity сходит с ума. Он говорит, теперь твоя строчка слишком сложная, там слишком много логики. И ты такой, ну хорошо, не проблема, я сейчас просто возьму новую переменную, заведу, умножу там на два, и все будет хорошо. Заводишь новую переменную, и тут тебе анализатор сложности функций говорит, эй, нет, так нельзя, у тебя теперь слишком много переменных внутри функций. Что делать будешь? Ну говоришь, ну я теперь возьму, ну хорошо, сделаю новый метод, и в этот метод передам еще какие-то аргументы. И теперь проверка количества аргументов этой функции, либо количества методов внутри класса говорит, эй, так тоже нельзя. Слишком сложный класс. Теперь надо что-то делать, его надо разбивать на две части. И ты такой, да ладно, ну что ж такое. Разбил класс на две части, выделил другой класс, теперь у тебя два класса, все хорошо, и тут тебе проверка сложности модуля говорит, нет, теперь слишком сложный модуль, надо рефакторить. И ты такой, почему? И вот это я называю страданием. То есть вот как раз про это я говорю о том, что линтер должен заставлять вас страдать. То есть вы начали с того, что вы умножили на два в одной строчке, а закончили рефакторингом все системы. Если вы хотите посмотреть, как это работает, просто откройте pull request к этому линтеру. И вы увидите, что люди, которые добавляют очень маленький кусочек кода, рефакторят целые модули, потому что сложность начала распространяться, как вот этот фонтан, и, соответственно, закрывать с собой все, что можно. Нужно рефакторить. Эта штука заставляет вас рефакторить код. То есть вы не можете просто отсидеться. Ну да, это вот вроде код, но я его не трогаю, он работает. Нет. В какой-то момент ты поменяешь где-то в другом месте, и водопад этой сложности затопит твой модуль, который ты не трогаешь. И, соответственно, в тот момент тебе нужно будет его рефакторить. Это очень хорошо. Я считаю, что рефакторинг — это хорошо, и, соответственно, чем больше ты рефакторишь, тем стабильнее и лучше работает твоя система. Ну а, кстати, все остальное — это субъективно. И вот теперь мы поговорим про вкусы. Теперь наступает холиварная интерактивная часть. До этого было такое общее введение, теория и так далее. А теперь давайте похоливарим. Сначала с имен. Имена, напомню, сложная, нерешенная проблема. Как назвать переменную, можно подраться из-за этого. Но у нас есть некоторые подходы, которые, по крайней мере, помогают тебе не сделать явных ошибок. Начнем с первой. Надеюсь, заработает. Да, работает. Собственно, вопрос. А как вам такие имена? Var, value, item, obj, data, result. Вот, есть два варианта. Первое. Что они значат? Что такое data? Я-то не знаю, что такое data. Это какие-то данные. Что такое result? Ну, это какой-то результат. Очень часто ты видишь переменные result и вызов какого-то метода адского. У какого-то класса вообще непонятного. Ты сидишь, и что это за result? Зачем он мне здесь нужен? Есть много разработчиков, которые не согласны со мной. И они говорят, ну, например, ну, value — это очень нормальное имя переменной. Я вот всегда использую key value. Это очень хорошо. Я ему говорю, ну, а почему ты не можешь использовать не key value, а сказать, что у тебя является ключом, например, имя, а что value у тебя является фамилия? Почему назвать нельзя first name, last name? Вот, теперь у тебя есть контекст. Обычно люди более-менее начинают с этим соглашаться, но все равно очень спорят. То есть это очень холиварная штука. Я знаю как минимум трех человек в этом зале, которые со мной потратили, ну, по часу своей жизни точно то, чтобы поспорить вот про эти штуки. Хорошо, мы поняли, что примерно паритет, да? То есть, видите, примерно 50 на 50. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Поехали дальше. Называть переменной одной буквой — это нормально? Все мы знаем такой классический кейс. For i, in что-то, поехали. Что такое i? То есть, когда мы так писали на c, было понятно. Это просто некое, ну, i — это ноль, и вот от нуля мы поехали. А в питоне у нас коллекции и итераторы. И, соответственно, в коллекциях лежат элементы, и у этих элементов есть имена. Давайте называть как-то по-другому. Ну, и, соответственно, варианты. Да, моего друга зовут j, соответственно, я все так называю. У меня вот весь код состоит из маленьких переменных. Иногда я могу, когда у меня есть какие-то конкретные x, y, z, более-менее понятные переменные. Ну, и, соответственно, мой ответ — нет, мне нужно больше контекста. Коллеги, голосуйте, мне страшно смотреть, что вторая полоска, короче, третий. Я боюсь. Доставайте ваши телефоны, давайте поможем второй полоске вместе. Отправляйте сообщение с кодом. Помогаем второй полоске. Ну, что это? Я понимаю, эволюция там, можно иногда, ай, но это уже высокий уровень. Нет, нужно больше контекста. Спасибо большое, Григорий. Это правильная практика, мы должны нести ее в мир. Если бы были сишники в зале, то они бы вообще просто сказали, ну, а что, мой друг зовут Джей, я все так называю. Ну, это да. Кстати, это, естественно, зависит от технологий, ну, как мы только что поняли. Вот в питоне я считаю, что это очень плохая проблема, ну, прям большая проблема, и так делать не надо. Хорошо, про имена мы поговорили, потому что все остальное достаточно сложно вообще хотя бы даже выразить словами. Теперь поговорим про консистентность. И здесь у многих людей бомбит. Потому что я говорю, давайте просто выберем какой-то способ из многих и скажем, давайте делать так. Хорош он, плох он, неважно, просто консистентно. Например, как лучше класс сам явный объект, класс сам двоеточие. Естественно, мы говорим только про третий питон. Второй питон мы вообще не рассматриваем, он умер. Смотрите, у меня есть аргумент. Когда я говорю о том, что мы наследуемся от чего-то, мы должны знать, от чего мы наследуемся. То есть неплохо бы увидеть имя родителя. И самое смешное, что обычно мы это имя родителя видим, кроме случая, когда это объект. И поэтому я сформулировал для себя правило. Когда мы пишем класс, мы от чего-то наследуемся. Давайте всегда писать имя родителя. Ну, то есть имя родителя, неважно, что это будет. Это будет какой-то модул или объект или еще что-то. И, соответственно, да. То есть мне кажется, что первый вариант лучше. Потому что он, с одной стороны, показывает, что ты явно пишешь всегда то, чего ты наследуешь. А с другой стороны, в нем нет какой-то особой вербозности. То есть ты ничего не теряешь от того, что ты делаешь вот эти маленькие несколько нажатий клавиш. В общем, но я вижу, что аудитория со мной не согласна. И вам привычнее третий вариант. Ой, второй вариант. Я даже знаю, почему. Скорее всего, это такая… Из того, что мы мигрировали очень долго с второй версии на третью версию. И теперь, когда мы пишем вот так, как большинство любит, мы показываем, что мы явно пишем на третьем питоне. Да, то есть мне кажется, это оттуда пошло. Я уже сформулировал для себя такую гипотезу. Не знаю, насколько она правильная, но мне кажется, это так. Хорошо. В общем, тут такая есть гипотеза, что f-строчки ужасны. Все слышали, да? f-строчки ужасны. А какая уязвимость? А, ну естественно. Ну то есть про пользовательский вот это отдельная тема. Его находят и бандиты. У нас есть собственное правило, запрещающее функцию input. Ну, там все хорошо. Почему пользователь… Почему f-строки ужасны? Кого-нибудь… Приходила мысль о том, что f-строки на самом деле не то же самое, что, например, точка формата. Причем очень сильно не то же самое. Когда мы объявляем некий template, а потом его форматируем, мы делаем два действия. Сначала определяем template, потом форматируем. Когда мы объявляем f-строку, мы делаем сразу два действия. Мы сразу объявляем template и сразу форматируем. В тот же самый момент. Соответственно, какая бывает проблема? Проблема первая. Мы объявили какой-то шаблончик для f-строки, и все у нас хорошо работает. Соответственно, а потом мы говорим, хорошо, этот шаблон мы перенесем на две строчки вверх. Ну, потому что так мы код-рефакторим, и вот все происходит. Или вынесем другую функцию, и все сломалось. Теперь у нас нет того контекста, который позволял нам форматировать строчки. И теперь мы не можем их корректно обрабатывать. Все, все сломалось. Есть еще одна большая проблема с f-строками. Они не позволяют делать страшное. Они позволяют засовывать логику в шаблон. Вот смотрите, когда мы говорим, что, допустим, у нас есть строчка, и там вот просто мы имя пользователя вставляем, например, привет, имя пользователя. Это норм. Я согласен. Ну, как бы особо страшного ничего нет. Но потом мы можем сказать, ой, слушай, нам имя пользователя приходит к апслокам, давай его в title case переведем. И ты такой пишешь, имя пользователя, точка title. Прям там, прям в шаблоне. И ты даже это, на самом деле, не можешь найти, потому что эти штуки не линтятся. Ну, то есть вот то, что ты пытаешься внутри f-строки полинтить, это очень сложно линтить, очень сложно. Плохой линтер, да, да, плохой линтер. Сегодня мы хальварим про линтер. И, соответственно, вот все эти проблемы заставляют меня сказать, ребят, f-строчки, плохая тема, мы их не используем. А самое смешное, что у нас нет какого-то кейса, в которых нам подходят только f-строки. Нам обычно подходит вообще, блин, любое форматирование, хоть процентом, хоть точка формат, хоть еще что-то. Мы выбрали точка формат. Все остальное нельзя. Проценты нельзя, f-строки нельзя, точка, точка формат. Причем то, как работает точка формат, мы тоже линтим. Потому что у него внутри можно ставить такие кавычки фигурные, и, соответственно, там можно писать либо имя переменную, либо порядок переменный и так далее. И мы линтим, что это тоже консистентные строки. Я смотрю, что немножко, немножко первая строчка поползла вверх, было 33%, а стало 38%. Это небольшая, но победа. Поехали дальше. Так, мне кажется, нет, все нормально. Теперь лучшие практики. Лучшие практики следующие. Вот посмотрите на пример кода. FinalScore равно 69 умножить на previous result поделить на 3.14. Казалось бы, абсолютно нормальная строчка кода. Абсолютно стандартная. Ну, не, не, не. Там честный какой-нибудь 5 или там 17 или еще что-то. Ну, там число. Это точно. Я вас не обманываю. Точно, точно. Давайте попробуем найти здесь ошибку. Мне кажется, что здесь все хорошо. Но! А что такое 69? Коллеги, что такое 69? И, соответственно, да, такие вопросы часто возникают, потому что ты смотришь на код, который ты писал некоторое время назад, и тебе менеджер в этот момент говорил, так, пожалуйста, умножь на 147. Ты почему на 147? У нас такая тарификация. И ты это умножил и забыл. И потом, когда ты это открываешь, или ты долго подбирал какое-то значение, какой-то коэффициент, чтобы это заработало, а потом, как ты его подобрал, почему ты его подобрал, ты забыл. И получается, что очень важная исследовательская работа осталась просто скрыта за цифрой без названия. То есть ты даже не знаешь, что это за цифра и так далее. Ты можешь только по коммиту потом как-то найти, вспомнить, восстановить это и так далее. Почему бы не делать по-другому? Почему бы все сложные цифры не выносить в свою собственную переменную с именем и, желательно, документацией? Если у тебя есть число 69, ты напиши это, что это какой-нибудь средний показатель на нашем рынке. То есть это какая-то такая константа, которая имеет уже теперь имя и контекст. Что ты можешь написать рядышком комментарий. Эту константу я взял на сайте вот такого исследования. Пожалуйста, если ты думаешь, что это исследование может в будущем измениться, например, в следующем году, ты зайдешь туда и посмотришь. Это намного лучше. Таким образом мы гарантируем, что никакие магические цифры не проберутся на наш код и не усложнят его изнутри. То есть это такая штука, которая пробирается через проверку сложности каждой строчки и говорит, вот тебе число 4766. Что это такое? Я не знаю, но теперь тебе с этим нужно разбираться. Прям для меня это было большое-большое открытие. И здесь, сказать, в зале есть человек, который мне это подсказал, но я не буду называть его имя пока. Оно есть дальше. Значит, и в итоге мы выбрали, что за этим нужно следить. И никакие магические числа в наш код мы не пропускаем. Но есть исключения. Мы пропускаем числа от минус 10 до 10. И, например, числа такие как 100, 1000 и так далее. Ну, просто потому что они часто встречаются, было бы очень сложно все это делать. То есть мы разумом тоже немножко обладаем. То есть мы, конечно, жесткие, но не садисты. Хорошо. Давайте подумаем. Статик метод. Что это такое? Что такое статик метод? Вот кто-нибудь себе вообще задавался вопросом, зачем нам статик метод в питоне? Я нет. Я не задавался. Я жил, у меня был прекрасный полинт, который мне говорил, смотри, ты не используешь self, не используешь вклад, сделай статик метод. Я такой, хорошо, полинт, я сделаю статик метод. А потом я задался вопросом, а зачем? Что это? Прошу прощения, обманываю. Не я задался вопросом. Я преподавал питон новичкам, и они задались вопросом, а что такое статик метод? Зачем он нам нужен? Я такой, не знаю. И потом я начал думать, ну, смотрите, можно же то же самое написать в функции, или можно использовать обычную функцию, но просто не использовать в ней self, ну, потому что это такой класс, это, ну, вот что-то происходит. Зачем нам такая конструкция, как статик метод? И я начал гуглить этот вопрос. И этот вопрос, на самом деле, оказался очень глубоким. Есть много других языков программирования, в которых тоже статик методы не любят. И не любят очень аргументированно о том, что это ломает объектную модель, о том, что это создает разные противоречия в построении объектной модели и так далее. Я понял, что совокупность этих факторов подсказывает нам одно. Статик методу нам здесь, вернее, статик методу здесь не рады. И мы его выпилили. Теперь, если ты используешь аннотацию, вернее, не аннотацию, а Java, Java, прости. Если ты используешь декоратор статик метод, тебе наш линтер скажет, нет, извини, рефактори. Ну и, соответственно, большинство со мной не согласно, но примерно половина все-таки считает, что да, лучше писать вместо статик метода, либо обычные методы, либо обычные функции. Это вот моя любимая тема. Логика в init. Скажите, вы всегда, наверное, когда создаете новый пакет, его как-то назвали, у него создался init.py, и вы, наверное, в какой-то момент задумались, а что мне положить в init.py? Что должно лежать в init.py, а что нужно положить в файлике рядышком? И для меня это, на самом деле, был очень тривиальный вопрос, потому что я всегда терялся в догадках. И в какой-то момент я думал, не, ну, наверное, что-то самое важное. А потом я подумал, не, ну, слушай, если это самое важное, то нужно это положить, наоборот, в самый понятный контекст, чтобы у него было максимально контекста, чтобы это было, ну, вот что-то самое важное. А потом я понял, что если ты кладешь что-то в init, а потом начинаешь это все импортить, у тебя получаются циклические импорты. И тоже как-то нехорошо. А потом я посмотрел на разные популярные библиотеки, полазил по их init.py и заметил вот что. Что в основном там либо какой-то мусор, либо там обратная совместимость. И, соответственно, для меня этот вопрос стал очень остро, когда я начал создавать большие-большие пакеты, и в них много-много подпакетов, и ты начинаешь теряться, ну, то есть реально теряться. И потом, соответственно, приняли решение. Давайте мы все вообще всю возможную логику выносить в отдельные модули. И это работает. То есть никто не ломает Python, все точно так же хорошо. Просто в init.py логики нет. Но скажете, хорошо, а если ты поменял API, но хочешь, чтобы пользователи по-прежнему могли импортировать то, что они хотят импортировать, откуда они хотят. Да, так можно. Потому что реально вопрос совместимости, он немножко стоит отдельно. Потому что мы не хотим ломать пользовательские API просто рефакторинга внутреннего кода. Поэтому есть случаи, в которых init.py может быть какая-то логика. В основном это тоже, конечно, импорты. Это какие-то редефиниции того, что вы удалили. Какие-то, может быть, с deprecation warning и так далее. Но есть настройка. Это вот тот случай, когда у нас есть настройка. Я считаю, что это обоснованно. Эта настройка останется. Она называется iControlCode. Я контролирую код. И когда ты восстанавливаешь, что это правда, и, соответственно, ты действительно контролируешь весь код, которым пользуешься, то init.py — все. Там логики нет. Только пустая строчка. Ну, может быть, документацию туда можешь положить. Документация — пожалуйста. А все остальное распихиваешь. Но если ты код не контролируешь, и им пользуются другие люди, они скачивают твою библиотеку, что-то делают, тогда ты можешь туда положить какие-то редефиниции, импорты, еще что-то, еще что-то. Ну и, соответственно, последнее. Hezator. Как часто вам нужна функция Hezator? Мне кажется, что она достаточно часто нужна, потому что это же питон, у него динамическая типизация, утиная типизация, и нам Hezator иногда нужно проверить, есть какой-то аргумент, или есть какой-то атрибутовый класс. Смотрите, смотрите, борьба. Да, прям 50 на 50 пошло. Но на самом деле я считаю, что Hezator не нужна. И сейчас объясню, почему. На самом деле Hezator работает не так, как вы думаете. То есть я когда разговаривал с разработчиком и спрашивал, как ты думаешь, как работает Hezator, они часто говорили, ну она смотрит, есть такой атрибут или нет. Но на самом деле из-за того, что питон действительно динамический и утино-типизированный, она может выполнить вообще все, что угодно. Иногда Hezator может даже в базу данных ходить, а вы об этом даже знать не будете. Поэтому, когда вы делаете getHator, вы делаете лучше. А вообще есть такой подход, который называется лучше попросить извинения, чем разрешение. И, соответственно, комбинация этих двух подходов позволяет вам отказаться от функции Hezator. Либо getHator, либо exception. И здесь, в принципе, зал разделился 50 на 50. Это, пожалуй, самая упорная борьба из всех, что мы видели. Ну вот, нет, смотрите, проиграл, проиграл. Мой кандидат проиграл на выборах. Хорошо. Теперь последний бонус. Все, уже интерактивы не будет, мы уже похолевалили. И сейчас еще в коридоре продолжим. Чего нет в нашем линтере, но мы очень хотим. Первое. Layer linter. Блин, это офигительная штука. Просто бомба. Что она делает? Вы задаете в текстовом формате контракты, что можно импортировать, а что нельзя импортировать. И в каких местах можно это импортировать, а в каких нельзя. И таким образом вы создаете контракт на то, как внутри вашего кода поделена бизнес-логика на слои. И благодаря этому вы получаете просто отличный прирост к качеству без каких-либо телодвижений. Очень рекомендую. Прям очень круто. Пожалуйста, используйте. Плагин Кахешн, про который я говорил. У нас на самом деле его в основе нет, но мы используем его. И, соответственно, Кахешн что делает? Он смотрит, насколько связан ваш класс внутри. И у него есть достаточно много false positives, и использовать его в продакшене нельзя. Но мы его используем для аналитики. Мы смотрим, какие классы хорошие, какие плохие. Vulture. Vulture использует поиск неиспользуемого кода в питоне, и вы можете его удалять. Но из-за того, что Python очень динамический язык, он тоже дает очень много погрешностей. Поэтому мы тоже используем его для аналитики. И Radon. Radon позволяет смотреть разные метрики вашего кода. Очень их много. Там есть и холстед, там есть и цикломатическая сложность, еще что-то, еще что-то. Поспользуйтесь, посмотрите, прогоните, какой коэффициент у вашего кода. Это будет круто. Последнее. Последнее, чего должно бомбануть. Я очень люблю файл-классы в питоне. Кто-нибудь знает о том, что теперь у нас есть файл-классы в питоне? Их недавно смержали в typing extensions, а до этого у меня был свой собственный пакет, на который я наколхозил. Но я очень люблю. Я считаю, что если ты сделал какой-то класс, и его больше нельзя наследовать, это хорошо. Потому что ты просто зафиксировал реализацию. И если человек говорит, нет, ну я все-таки хочу что-то захачить, ты ему говоришь, зачем? Не надо. Если он говорит, ну я все-таки очень хочу, ну напиши документацию, и тогда, возможно, можно. Последнее. Этот линтер появился благодаря труду многих людей. И я им очень благодарен. У нас был недавно open source print в Петербурге, мне даже подарили вот такую классную майку. И я всех контрибьюторов линтера вынес на этот слайд. Хочу сказать им публичное спасибо. Спасибо вам большое. Вы очень классные. И если вы хотите контрибьюировать в наш линтер, вы тоже можете это сделать. Присылайте pull request, я их буду ревьюить. Вместе мы будем делать крутую штуку, которая делает наш Python код намного чище, качественнее и приятнее. Спасибо всем большое. Вот моя ссылка. Никита, у меня нет слов. Дайте обниму. Спасибо, Гриш. Твой доклад, он нашел настолько большой отклик в моей душе, что я хочу не как организатор конференции, а как я подарить тебе вот такую красивую книжку, просто как сувенир. Чтобы ты положил ее на полочку и помнил, что это было мега круто. Моя девушка очень оценит, что ты подарил мне такую книжку. Да, ребята, давайте еще раз похлопаем Никите. Никита, это было здорово, действительно. А я напомню, что не только Никите достанется книжка, но одному из вас. Поэтому, к сожалению, у нас всего есть несколько минут, поэтому всего три вопроса, подготовьтесь, и мы сейчас без каких-либо бюрократических проволочек найдем трех счастливых. Слушайте, коллеги, ну ладно, ладно, это наша конфа. В конце концов, что хотим, то и делаем. Давайте там минут 10 на вопрос чуть-чуть сдвинем график. Три с половиной, я хотел сказать. Да. Давайте, ребята. Давайте начнем с первого ряда. У Андрея есть вопросы. Конечно, а кто поможет? Давайте я помогу, у меня есть микрофон. А еще есть. Пойдемте, с первого ряда предлагают начать. Я не знаю. Это пример тому, кто сидит на галерке, ребята. Чувствуете? Садитесь на первый ряд, не сможете уйти. Спасибо за доклад. Вопрос. Почему вы нас заставляете не использовать хичи третьего питона? Хотя сами говорите, что второй питон мертв. А какие, например? Говорите, что плохо не писать класс object, когда наследуешься, и плохо не использовать, плохо использовать f-строки. То есть это же новые фичи языка, и они классные, компактные, красивые. Согласен. Да, это новые фичи языка. Более того, сейчас, когда assigning expression выйдет, мы еще assigning expression запретим. Но просто это такой вопрос, что, с одной стороны, есть фичи, которые позволяют тебе делать что-то принципиально новое. Например, аннотации типов. Это принципиально новая возможность, которой раньше не было. И это очень круто. А есть фичи, которые немножко меняют то, что ты уже умеешь. Например, ты уже умел форматировать строчки. Это не новая функциональность. Она просто немножко по-другому работает. Или, скажем, ты уже умел наследоваться от object. И потом началось вот это вот перескакивание. Сначала у нас были new style classes. Потом у нас был новый Python. Мы теперь от этого отказались. Мы просто выбрали консистентный вариант. То есть он, возможно, не самый лучший, но он консистентный. И мы его придерживаемся. У нас была тактика, и мы ее придерживались. Я извиняюсь. Мне вообще микрофон дали изначально, чтобы вопрос задать. А потом решили, что, видимо, я его кого-то должен передавать. И похож на парней в красных футболках. Слушаю вас внимательно. Я хотел спросить, а вы код самого линтера прогоняли через этот линтер? Конечно. Конечно, да. То есть он написан в большой спешке, потому что я пытался успеть к сегодняшней дате это сделать. Но он, конечно, не идеален. Но он достаточно хорош, на мой взгляд. Вообще я прогнал сейчас, пока доклад шел. Да. И 206 ошибок, если кому-то интересно. Это потому, что у вас есть конфигурация. То есть тут как раз штука в конфигурации. Там в основном все ошибки будут связаны с iSort, потому что у нас есть собственная конфигурация для iSort, а у нас есть собственная конфигурация, какие мы кавычки используем и так далее. Просто, скорее всего, вы не указали по этому ошибку. Ну да, спасибо. Да. У нас не очень много тестов. Пока всего 4000. У меня вопрос. Можно? Да. Тебе тоже так дали микрофон просто? Илья, давай. Все очень здорово, но драматическое оно. Но большая часть того, что ты рассказываешь, это все еще вкусовщина. Да. И поэтому, когда к тебе придет другой разработчик, скажем, и, скажем, попросит тебя предъявить за базар, ты ему ничего не сможешь сказать, кроме как, ну, мне нравится, ну, object, ёпт, логично. Вот. И кажется, это как-то не по-пацански. Слушай, типичный диалог на работе вообще, но это, на самом деле, не совсем так. То есть, во-первых, мы для каждого правила пишем reasoning. Ну, то есть, в документации у каждого правила есть reasoning. Но он все еще субъективный. Он, естественно, субъективный. Но. Но у нас нет возможности сделать объективно. То есть, мы делаем либо консистентно, либо как-то вот пытаемся подойти ко всем случаям. Нет, типа, не стоит вводить вопрос в философию про то, что объективного не существует. Тут не про это. Тут про то, что действительно есть два варианта, и они действительно плюс-минус равнозначны. И поэтому, типа, можно честно заявлять, мы тут за единообразие, поэтому мы делаем вот так. Ну, мы так и заявляем, да. Вот. Но, типа, тогда, ну, это как будто ты говоришь всем остальным своим коллегам, типа, а что у вас такое мнение? Ну, и хер с вами. Ну, слушай, здесь есть еще второй момент. То есть, во-первых, я могу. Да? То есть, я могу так сделать. А во-вторых… Зачитано. Зачитано. А во-вторых, мы делаем это публично. Ну, то есть, вот… Слышал про луисики? Ну, то есть, вот как-то так. Я просто так ждал твоего рассказа, что ты по фактам все разложишь. Я такой, да, господи, так правильно. Ну, по фактам нет. А получилось то, что ты обещал. Получился холиварный доклад. Да. Спасибо. Спасибо за доклад. Но у меня такой вопрос по поводу формата. Как быть с такими случаями, например, как git-текст? Он вроде умеет форматировать строки только через процент. А у вас везде формат. Нет, он умеет строчки через точку формат форматировать. Но в джанге, в самой в доке прописано, что лучше через процент. Мы всю жизнь так делали, норм. Норм работает. Ну ок. У меня есть вопрос. Я здесь. Спасибо за доклад. Как долго все это проходит? Все эти айсорты, чеки, пречеки и поручи? Ну, на самом деле, если у вас в проекте 4000 тестов, то это незначительно. Ну, то есть какое-то время это занимает. Ну, я же не тесты проверяю, а код. Например, у меня, не знаю, 30 тысяч строк кода. Ну, я думаю, что меньше минуты. Ну, еще зависит, естественно, от размера кодовой базы. Но вот на наших проектах это меньше минуты. Да. Насколько меньше минуты? Ну, от 30 секунд до 50 секунд. Ну, где-то такой порядок. Ну, это тоже зависит от проекта. Ну, то есть нет какой-то четкой цифры. Хорошо. Спасибо. Привет, это я. Спасибо за доклад. У меня немножко такой философский вопрос. Ты придумал много строгих правил. Как ты их объяснил перед собой? Возможно, кому-то еще объяснил. А у тебя не возникала мысль, что, например, настолько строгие правила могут, например, негативно сказаться на отношения в коллективе, который использует этот человек? Тут сейчас я вообще могу такую тему поднять, и тот вообще всех захлестнет. У нас еще и коллектива нет, в том смысле, что… А, окей. Ладно, тогда у меня больше нет вопросов. Не в том смысле… Нет, сейчас, секунду. Не в том смысле, что… Ну, то есть я разговариваю с воображаемыми людьми, а в том смысле, что мы просто немножко по-другому подходим к вопросу построения процесса разработки. И у нас есть четкий подход, но есть маленькая задачка, и ее делает человек. Маленькую задачку человек сделал, принял по установленным правилам, получил за это деньги. И, соответственно, поэтому у нас не встает вопрос, например, команда образования, тимбилдинга и так далее. У нас скорее платформа и сервис. Вот что-то такое для написания кода. Да, я понимаю. У меня просто кажется, что многие проблемы, которые в этом линтере обозначены, они на самом деле, ну, скажем так, по моему опыту исключительно, они могут, возможно, какое-то зародить сомнение, может быть, какие-то негативные моменты появятся. Да, и плюс действительно не совсем понятно, насколько такой линтер помогает процессу разработки. То есть, с одной стороны, ты говоришь, что вот у нас все строго, поэтому плохой код не пройдет. Это не так. Но, да, по моим ощущениям, реально плохой код получается немножко по другим вещам, а не потому, что там статик метод… Нет, естественно. Тут есть совокупность факторов, о чем я говорил. То есть, во-первых, вот эта пирамидка, это лишь пирамидка того, как мы уже пишем код. Есть пирамидка еще о том, как мы общаемся с клиентом и что мы хотим от него, да, которая на самом деле намного важнее, чем то, как мы написали, статик метод или нет. Есть еще пирамидка потом, как мы этот код, что мы делаем, как мы поддерживаем, как мы его деплоим, инфраструктуру и так далее. То есть, это на самом деле огромная пирамида. И вот здесь мы говорили про одну ступенечку этой пирамиды. И когда ты подходишь комплексно от правильного выявления требований до правильного мониторинга и деплоя, тогда количество ошибок сильно уменьшается. Все равно, конечно, ну, бывает. Бывает и код плохой, бывает, и плохие архитектурные решения. Все бывает. Но их процент меньше, чем мог бы быть. Ты его замерял? Нет. Ну, естественно, его померить невозможно. Ну, то есть, ты же не можешь написать два абсолютно одинаковых проекта. Один очень плохой, а другой очень хороший. И потом померить, насколько, типа, один лучше другого. Да, статистику можно собрать. Можно. Но, опять же, если ты уже изначально подходишь к проекту вот так, то ты не можешь оценить, как было до, а как стало после. Потому что у тебя статистика будет… У тебя были другие проекты. Другие проекты. А, слушай, это хорошая мысль. Да, это можно сделать. Кстати, это Александр Зеленяк, автор правила про магические числа. Давайте похлопаем Никите. У нас как раз подпосекают, так сказать, временно вопросы. Вот. И мы сейчас будем выбирать лучший вопрос. А книга для победителя будет «Диалог. Искусство слова для писателя». Я хочу Илье Лебедеву подарить. Отличный диалог. Илья, это вам. Спасибо большое. Еще раз похлопаем нашему прекрасному спикеру. Мы сейчас ему дадим подарок. Не уходи пока. , пока. Спасибо. Продолжение следует...